Осторожно, не стой под стрелой. Раньше такую предупреждающую надпись можно было увидеть на каждом строительном кране. Сейчас техника безопасности зачастую отходит на второй план, и это нередко приводит к печальным последствиям. Жители дома номер 14 по улице Туринской яркий тому пример. Тюменцы фактически живут под стрелой работающего крана. Это рубрика «Точка кипения» и наш очередной выпуск посвящен заложникам опасного соседства. 11 июля на этой тихой улице случилось настоящее ЧП. На крышу одноэтажного жилого дома упала груженная стрела автокрана. Это была суббота, мы были все дома. Нам, грубо говоря, повезло. Приезжала полиция, приезжали сотрудники МЧС, скорая приезжала, потому что мама сердцем прихватила. Так, слава богу, все обошлось. Вот здесь у нас, получается, подон кирпичей завалил собаку тут МЧС, забор все демонтировало, чтобы вызвали. Мы все-таки надеялись, что после падения примут меры и как-то остановят строительство. Но это было 11 июля, а с 12 июля стройка продолжилась. Опасное соседство довело семью Бакай до точки кипения. Обратившись в ГУС, а также в Департамент земельных отношений и градостроительства, тюменцы выяснили – разрешения на строительство у владельца этого участка нет. За самовольно начатые работы нарушителя должны привлечь к административной ответственности. Таков официальный ответ, полученный из главного управления строительства. Но семье Бакай от этого не легче. Тюменцы со страхом ждут следующего приезда автокрана. В ближайшие, я не знаю, там может быть 3-5 дней будет монтаж уже плит перекрытия второго этажа. И, соответственно, кран будет, скорее всего, опять находиться в том же месте, потому что ему негде больше уже стоять. И реально у нас угроза именно вот уже повторного падения. Но если в первом случае нам, так сказать, повезло и еще как-то все это обошлось, то если, не дай бог, упадет плита, завалится эта стена и все это пойдет на наш дом, дому 100 лет. Он просто сложится, как, не знаю, как картонная коробка. Последствия июльского ЧП тюменцы устранили собственными силами. На поврежденный участок кровли они наклеили руберо, это жительницу этой будки переселили в более безопасное место. Изначально, со слов застройщика, он обещал, что отступит от нашей границы 2,5 метра и будет здание высотой 2 этажа. По факту, между деревянным домом, который был построен в далеком 1908 году и новым трехэтажным зданием, сейчас лишь около метра. Такой строительный размах на улице Туринской противоречит сегодня не только действующим нормативам, но и генплану нашего областного центра. Это указано в ответе Департамента земельных отношений, что мы находимся в зоне озелененных территорий, по генплану это зона Р2, и что возведение объектов капитального строительства в этой зоне, в принципе, невозможно. В перспективе до 2040 года город должен реализовать генплан и, в общем-то, должен эту зону сделать, ну, как бы, зона озеленения. Антон Бакай проживает в этом доме вместе с родителями. Не желая подвергать последних новым потрясениям, он сейчас ищет съемную квартиру. Но мириться с этим вынужденным переездом из родных стен, пусть даже и на время, тюменец не намерен. И его следующим шагом, скорее всего, станет обращение в суд.